Видели ли вы когда-нибудь гончарный круг? Наверняка нет. А вот я видел, и как-то неудивительно звучит, увидел я его впервые в детском садике Тополек, поскольку в сентябре этого года здесь открылся кружок гончарного дела, который называется Глиняное чудо. Сегодня мы с вами продолжаем работать с глиной, и сегодня у нас очередное занятие. Я каждому из вас раздала готовую кусочек глины. Возьмите его в руки и разминайте его пальчиком. В детском саду у нас уже не первый год, ведется дополнительное образование на бесплатной для родителей основе. Это у нас кружок экологического развития, кружок фольклорный, где наши дети участвуют в праздниках села и в конкурсах, кружок по подготовке детей к школе. И вот в этом году мы предложили нашему воспитателю, Смирновой Елене Владимировне, организовать кружок «Чудо-глина». Вот в этом году Елена Владимировна участвует в ярмарке металлических идей, который начал свою, вот сейчас идет заочный тур, представляет проект «Чудо-глина». Мы надеемся, что она выйдет у нас в финалу, второй тур. В прошлом году я разрабатывала проект «Чудо-глина». То есть знакомила детей с глиной, со свойствами, что можно делать из глины. Я видела, как дети на улице играют глиной, песком, то есть все, что связано с этим, все, что липкое, что в руках, что можно слепить, все, что вяжется. И я разработала этот проект. В ходе проекта мы поняли, что детям это безумно интересно. Работать мы только начали, то есть с этого года. Вот буквально несколько занятий у нас было. Но вы можете посмотреть, что дети уже что-то успели сделать. Администрация детского сада приобрела гончарный круг. Круг, конечно, детский для детей, все для детей. Мы будем учиться лепить на нем. Я буду детям все показывать, все приемы, все методы. И детям это будет очень интересно. Я живу в деревне, глина у нас везде и повсюду. А интерес этот с детства. Пока дети продолжают работать над изготовлением своих фигурок, я тоже попробую что-нибудь изобразить. Несмотря на то, что этот гончарный круг похож на детскую игрушку, работает он как настоящий. Кстати говоря, первый блин далеко не всегда комом, поскольку мне вот с первого раза удалось создать такую вот чудо-чашу из чудо-глины. Надеемся, что уже завтра мы сможем пропить из нее чайку в нашем офисе мойклин.ру. Артем Мельников, Илья Тимофеев, специально для программы мойклин.